перед вами ford f-150 самый продаваемый автомобиль в соединенных штатах на протяжении последних 30 лет этот двухтонный пикап само олицетворение американского духа каждый год ford продает 900 тысяч таких автомобилей но вдруг в феврале производственную площадку в канзасе переводят с трех рабочих смен на 2 в детройте вообще до 1 если вы работали на заводах то должны знать сокращение целых смен происходит исключительно в критических случаях каждая проведенная минута у конвейера на вес золото а менеджмент завода бьется за секунды повышения производительности труда а тут представьте здоровенный гигант отрезает 16 часов работы сотен людей март проблемы усиливаются задевает еще шесть заводов в других штатах дело не ограничивается сокращением смен объявляют полную остановку производства а это происходит в случае жоп уровня ураган или землетрясения апрель еще одна волна простоев цепляется и завод в турции в мае вот то есть прям сейчас ситуация не исправляется ford обновляет данные по недовыпуску автомобилей цифра с 200 тысяч вырастает до 1 миллиона а недополученные доходы по прогнозам составляют два с половиной миллиарда долларов так из-за чего произошел этот коллапс все из-за нехватки компонентов а точнее из-за этого маленького засранца который сообщает есть напряжение или нет прямо сейчас в 2021 бушует идеальный шторм новой реальности кризиса посмотрев это видео до конца вы узнаете как связаны между собой монополисты геймеры заводы и вышки 5g кризис состояние при котором существующие средства достижения цели становятся неадекватными в результате чего возникают непредсказуемые ситуации ой когда говорят о кризисе микрочипов использую слово дефицит подразумевая что в мире куда-то делись чипы и теперь обычные геймеры не могут найти себе видеокарту но все происходит совсем наоборот ты чё несешь синий загляни в магазин карт либо нет либо они стоят в три раза дороже да именно так но это происходит не из-за дефицита предложения а из-за взрывного спроса потому что количество продаваемых видеокарт не упала не на йоту даже наоборот вот смотрите это динамика отгрузок карт nvidia прямо перед пандемией когда цены были очень даже приемлемы nvidia продала 8 миллионов видео да небольшая просадка в начале локдауна все же было но затем очень быстро вернулись на нормальные уровни а отгрузки продолжают наращиваться по сей день затем если посмотреть чуть шире на поставки вообще всех графических процессоров которые встречаются видюшечках ноутбуках и серверах то получается вот такая картина до конца 19 продажи электроники росли вверх но тут появляется пандемия и главные аналитики рынка графических чипов чьи сука подробные отчеты могут стоить 30 тысяч баксов да да отчет который стоит 2 миллиона рублей извините просто мы хотели его купить а потом увидели цену так вот в начале 2020 они говорили это третий квартал подряд в 2019 когда увеличиваются поставки графических процессоров но скоро будет отчет по первому кварталу 2020 а там мы ожидаем необычный спад из-за разрыва цепочек поставок из китая из-за эпидемии коронавируса но вдруг падение оказалось не столь драматичным и к третьему кварталу продажи не то что восстановились а превысили до пандемийные уровни настоящий взрыв покупок электроники произошел в конце 20 достигнув исторических максимумов когда продали 120 миллионов графических процессоров ну находящихся в ноутбуках видюхах и серверах то есть как бы вообще во всех этих ваших компуктерах так что мой дорогой искатель видеокарты или пятой плойки вся эта электроника есть она никуда не пропадала просто ты ее не успеваешь взять потому что рядом с тобой за нее борются еще десять хлопцев готовы отдать десятки тысяч рублей за обновку но почему так произошло ответ на этот вопрос очень обширный самый короткий ответ пандемии а точнее локдаун а точнее новая потребность людей сидящих дома комфортно обустроить свою квартиру новыми девайсами чтобы батя удаленно работал батя занималась растяжкой ребенок делал домашнюю работу а молодой человек проходил онлайн курс и правильно делал ведь вся экономика перешла в интернет и появляются новые знания вот что если я скажу что уже можно создавать приложение при этом не написав ни единой строчки кода что прямо на наших глазах формируется новая профессия на которой можно зарабатывать от 200 тысяч рублей хотите конкретных примеров вот прямо сейчас вы смотрите на реальное приложение для фитнес-клуба где есть расписание можно записаться отписаться смотреть сколько занятий осталось его создали на конструкторе по аналогии как сайты делают на тильде и до приложение рабочие уже есть в appstore и google play помните как раньше всем нужны были сайты вот сейчас то же самое происходит с приложениями они нужны всем но не у всех есть деньги на закупку целого штата разработчиков тут на рынке появляется профессия позволяющая легко создавать приложение хотите подробнее тогда записывайтесь на бесплатный вебинар от университета zero кодинга на вебинаре вы узнаете как дешево и быстро запускать стартапы обсудите план развития в новой профессии а также рассмотрите реальные примеры таких приложений рост числа вакансий уже виден заказчиков все больше так что вы успеете запрыгнуть в вагон трендовых навыков переходите по ссылке в описании и узнавайте почему zero кодинг это новая нефть а мы вернемся к нашим удаленщиком которым вдруг понадобились ноутбуки кстати помните этот график где в начале года продали 119 миллионов разных девайсов с графическим процессором вот только ноутбуки составили 90 миллионов к слову это самое большое количество проданных ноутбуков за всю историю как говорят те крутые аналитики сильно повлияла покупка хромбуков я кстати только готовя этот выпуск узнал что запад вместо тетрадок с ручкой используют эти компьютеры прямо в школах оказалось во всем мире люди подключены к обучению через 40 миллионов хромбуков большая часть приходится на сша и с и австралию в россии вроде как они тоже есть но в районе двух процентов от всей доли а пока мама делает растяжку с онлайн-тренером батя идет на планерку в соседнюю комнату через зум они даже не подозревают как сильно грузят дата центр пандемия спровоцировал такой бурный рост юзеров что сложно осознать зацените конец 19 мы еще не знаем что такое к вид 10 миллионов юзеров в день март 20 локдауны уже привычное дело как думаете сколько зумеров участвуют в конференции 20 миллионов 5080 200 миллионов уже в марте а меньше чем через месяц уже 300 300 миллионов юзеров в день генерируют тонны видосов другой подобный сервис microsoft teams не особо распространенные в снг похожая ситуация в 19 20 миллионов юзеров а потом локдаун и понесла 75 115 145 как вы видите рост продолжается и в наше время и вы спросите как вообще связаны расширение мощностей серверов и лично ваша невозможность прокачать комп ну для примера вот так сервера используют микропроцессор amd epic который построен на тех же зен 2 чиплетах что и проце райзен которые вы используете для гамулек как впрочем и этот процессор threadripper стоимостью в пол машины он предназначен не для гамания конечно для рендера топовой анимации или даже терминатор честно говоря я и сам не понял что сказал но что-то мне подсказывает что дело в резком нарушении баланса очень важного рынка давайте попытаемся вместе суммировать компоненты идеального шторма который мы только начинаем осознавать сидение в четырех стенах создала новую потребность в новых компах эти новые компы спровоцировали покупку серверного оборудования у сервисов тем самым увеличив спрос чипов для юзеров и компаний одновременно а производство чипов не поспевает потому что все чипы в мире для разных целей создает пара монополистов когда готовили этот выпуск мы даже не подозревали что и в этой теме всплывут монополии которые невидимо для обывателей создают мозги для всей электроники всем обычным юзерам известны такие компании как apple hp dell lg леново но они не производят сердца для электроники они их разрабатывают а затем покупают у одного здоровенного производителя который находится так кто смотрел видос про контейнерный кризис давайте скажем вместе который находится в азии если быть точнее в тайване тайвань семикондактор manufacturing company но и тут все не так просто у tsmc сначала покупают другие компании qualcomm и nvidia амд а уже через них все идет ваши ноутбуки мобилки сервера и компы вот вам еще один кусочек пазла как спрос на серверный чип может сказаться на чипах для игр и производства фильмов амд будучи разрабом придумала свою архитектуру зэн 2 и передала тайваньскому цеху свои чертежи чтобы те просто создали чипы но как просто производство полупроводников является дорогущим и сложным если не самым сложным производством на всей планете земля и теперь понятно что если у кого-то из потребителей вот этих вот nvidia amd hp еще кого-то возникает резкое повышение спроса на чипы ну например из-за работы из дома гейминга или повышение курса эфира то это логичным образом скажется на других товарах где требуются чипы ведь спрос резко вырос а предложение обеспечивающиеся одной конторой за ним не поспела и тут у вас невольно возникает ответ почему вдруг автомобильные заводы о которых мы говорили в начале остановили конвейеры посмотрите на эту схемку нам нужна японская контора ренессас электроникс эта компания обеспечивает примерно две трети всех чипов в автомобильной индустрии как вы заметили весь рыночек давно поделён так вот в восемнадцатом году ренессас передал производство чипов другой компании уже известной вам tsmc а сам сфокусировался на софте и разработки все в целях экономии разумеется экономика полупроводников вообще такая где чтобы сохранять позиции на рынке твои линии должны работать 24 на 7 и отгружать огромное количество кремниевых пластин поэтому буквально половину всего рынка держит одна тайванская компания и новому игроку зайти будет сложно особенно без поддержки государства но об этом позже так вот получается что та контора которая штопает вам элементы для видеокарт она же делает элементы для автомобильной электроники и тут приходит пандемия в первые месяцы очень сильно просел рынок автопрома на какие-то дикие 50-80 процентов людей отправили домой заводы тормознули и соответственно заводы снизили прогнозы на закупку электроники но где-то со второй половины двадцатого когда спрос на авто резко вернулся заводы начали просыпаться позвонили ренессасу и сказали везите мне чипы ренессас позвонил тсмс и сказал везите мне чипы а тсмс взял трубку и сказал извините мы делаем чипы для ноутбуков и видеокарт занавес с одной стороны тайвань кое-как старается обеспечить возникший спрос на домашнюю электронику и сервера с другой лезет еще этот автопром который вдруг поднял заказы на случай если кому-то интересно насколько много электроники в автомобиле то разные датчики отвечают вот за столько функций и речь не о каком-то там супер современным машинам видений или беспилотном управлении а о развертывании подушки безопасности датчики ремня или электрическом усилителе руля все эти как бы обычные функции уже давно возможно благодаря чипом а доля электроники во всем производстве автомобиля еще в 2000 нам составляла 18 процентов а сейчас ты уже под 40 то есть около половины стоимости авто это всякие дисплеи и провода и датчики если вдруг не хватает какого-нибудь чипа автомобиль не может поступить в продажу взять в пример ford f-150 это очень дорогое авто которое не может сойти с конвейера потому что не хватает детали стоимостью в 50 долларов или даже меньше у нас были клиенты которые не могли произвести дорогой продукт за 1200 долларов потому что не хватало деталюшки стоимостью в 3 цента проблема в том что вам нужны все детали без исключения если у вас не хватает 50 центового микроконтроллера который следит за ремнем безопасности вы просто не производите целый автомобиль вся эта канитель обнажила еще одну проблему абсолютно разные сферы могут использовать одни и те же чипы понятно что автомобилю не требуется чипы передовых 7 нанометровых техпроцессов в автомобилях используют поколение постарее да побольше в 28 нанометров похожие на чипы для запусков серверов и пока а еще ведь появляются новые технологии его для развертывания 5g сетей как раз требуются такие чипы вот сейчас на экране вы видите с кем будет бороться автомобильная сфера за электронику в общем у вроде бы не связанных друг с другом сфера появляется конкуренция за ограниченные ресурсы спрос на который резко повысился из-за локдауна и технического прогресса везде требуются чипы ну так давайте просто произведем побольше просто напряжемся и произведем ну с высоты дивана идея выглядит надежный как швейцарские часы только вот в реальности загруженность производств полупроводников еще 20 лет назад было на уровне 75 процентов а в наше время приблизилась к 90 можно сказать это полная нагрузка и совсем немного времени остается на переналадку и обслуживание оборудования и вы не подумайте что производители все 20 лет сидели пердели без дела нет с 20 в выхлоп рос в абсолютном выражении на 4 процента каждый год в итоге за 20 лет площадь произведенных проводников выросла с 300 до 900 миллионов квадратных дюймов и это в месяц каждый месяц производится чуть больше половины квадратного километра кремниевых пластин это прям приличное поле из чипов вторая причина в том что оборудование невероятно сложное и невероятно дорогое них там есть так называемая чистая комната в которой исключен синий спектр света в ком это вообще называется по приколу потому что в реальности этот цех размером с два футбольных поля на производстве под 800 штук автоматизированного оборудования которые выпускают вот такие кремниевые пластины с 1000 чипами на одна машина для литографии может стоить от 25 до сотни миллионов долларов чтобы прочувствовать серьезность вопроса тсмс прислушалась комментатором в интернете и все-таки решил открыть новый завод в аризоне и потратит на это ни много ни мало 12 миллиардов долларов а теперь для сравнения новое производство сможет производить 20 тысяч кремниевых пластин в месяц тогда как основные мощности выпускают миллион пластин то есть новое производство стоимостью 12 миллиардов долларов или практически триллион рублей увеличит производительность на два процента сейчас производство чипов воспринимается вообще как вопрос национальной безопасности белый дом прям так и пишет protect us national security interests и планирует влить в эту сферу 52 лярда долларов практически четыре триллиона рублей но вы помните да что для полупроводников это не такие уж и большие деньги члены евросоюз что там еще заявляют что хотели бы у себя производить проводники китай пост торговой войны в сша инвестирует полтора миллиарда долларов в технический сектор чтобы снизить зависимость от американской электроники понятно что часть денег пойдет на проводники в общем идет настоящая полупроводниковая гонка потому что с одной стороны успех государства на мировом рынке сегодня это не бряцанье оружием и мультики с ракетами успех государства это экономика а она становится все больше инновационной и если хотите чипированы да даже если говорить о вооружении чипы требуются даже в военной сфере пусть немного около 1 процента но все-таки там и ставки другие я конечно не эксперт но мне кажется израильский железный купол управляется не указом пальца кстати помните образ фантастов такого темного технического будущего где машины создают машины и правят мир вот серверный чип амд эпик про который мы говорили его производите smc так вот сегодняшняя реальность выглядит примерно так производитель чипов амд эпик использует чипы амд эпик чтобы производить чипы мы уже в сложном техно будущем и да в этом выпуске мы хотели донести до вас устройство взаимосвязанности мира мы не акцентировали внимание что пострадал не только ford а вообще все автопроизводители что спрос на домашнюю электронику вызвало еще наложение циклов обновления поколений когда вышли новые версии приставок вышли всякие киберпанки под которые нужно брать новые видюхи а тут еще эфириум скотина вырос майнеры повторили события 2017 случались еще всякие жопы типа пожары на ренессасе или засуха в тайване и можно много чего еще добавить каждое такое локальное событие отдает глобальным эхом и усиливает влияние полупроводникового кризиса произошел идеальный шторм который неизвестно когда закончится ты и кончится ли вообще мы люди сами себе создаем кризисы чтобы выходить на новый уровень чтобы идти вперед наверное это и есть жизнь мы надеемся что вы узнали что-то новое ткнули колокольчик и поделились с друзьями а мы передаем благодарности нашим поддержатором на ютубе и патреоне спасибо гэп ником героям консулом верховным магистром и иллюминатом нашего ордена верштейну и батразу албегов увидимся на следующей встрече